привет наверно в курсе что из производимых в россии ножей ножей в северная корона это в общем-то одна из тех фирм которые мне очень очень нравится и которые я в общем-то даже ставился рейтинге вот я уже не помню но в общем за втройку лидеров точно как бы не на первое место по итогам 2016 года но в общем то от своих слов я не отказываюсь действительно мне этот нож эти ножи северная корона очень нравится но мне они раньше бывали в таких подарочных всех сериях в данном случае серия впервые попала ко мне на обзор так скажем ну попроще в общем то давайте посмотрим то есть северная корона появилась появилась 2007 году в общем-то с 2002 года на как бы с кизляром там сотрудничала да и в общем-то выделилась она самостоятельно интересно стало то что в общем-то в 2000 году понятно нож груза в 2004 году лучший коллекционный нож они получили из 2005 года фирма является официальным поставщиком подарочного фонда президента российской федерации выпуская подарочные ножи ну и в том числе в общем то вот такие вот ножи которые ну можно сказать не для полки а для какого-то реального более так жизненного применения и в общем то мы поговорим впервые сегодня о таком даже именно компании северной короны нужно выполнены вполне хорошо то есть мне нравится то что здесь он сделан вырез такую под форму рукояти ножа это большой плюс все прошу то в принципе вполне стандартные но нормально сделаны значит нужно из кожи значит сам по себе нож нож сам по себе хорошо ложится в руку он небольшой но такой знаете вполне адекватный себе фиксит мне нравится явно вогнутые такие спуски то есть это прям на мой взгляд плюс большой данному ножу то есть мне очень нравится что он будет такой резучий резучий лесной называется bohler n695 стальной клиночке 58 60 единиц по роквеллу обух в 3 и 9 миллиметров ну а сведение здесь в 0 5 миллиметров причем с вогнутыми спусками это дает неплохой рез данному ножу если они такие ярко выраженные вогнутые на самом деле значит рукоять выполнена из березы карельской стабилизированный ну вы видите по дизайну общем-то full tank конструкция то есть полностью продолжается клинок по всей длине и ширине рукояти большое достаточно отверстие под темляк рукоять общем-то разборная но вы все это сами видите то есть принципе сами по себе ножи скажем так которые с фиксированным клинком они как правило ну не отличается какой-то такой сверх 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 сложностью конструкции но зато обладают большой надежностью и в общем-то удобством в руке здесь все так и есть то есть нож надежный удобно ложится в руку то есть вопросов никаких значит по стоимости мне кажется что вполне адекватно не просят за этот нож конечно же это всегда такой спорный вопрос кому что какие предпочтения но мне кажется что северная корона просит адекватную стоимость за свои ножи при том что у них вполне хорошее качество и опять-таки подарочный фонд президента все-таки дает им некоторый такой дополнительный ну скажем так вес но я думаю что опять-таки к подарочному фонду относятся вот те ножи которые я ранее показывал от северной короны именно такие подарочные 135 грамм ну вполне себе опять-таки неплохо с учетом того что это full tank конструкция посмотрим на длину клинок ну трудно сказать да вот до каких пор его мерить если так вот по прямой мерить то где-то чуть больше десяти сантиметров до давайте вот режущая кромка здесь получается где-то сто сто один миллиметр вот а общая длина начать это двести шестнадцать примерно миллиметров это что касается длины и ширины я вот эти фиксы никакой не взял сейчас под руку чтобы показать вам габариты а вот эндуро у меня под рукой вы можете посмотреть что длина рукояти в принципе сопоставима ну а длина клинку клинка я бы сказал что само собой подлиннее будет то есть режущая кромочка прям явно подлиннее будет у ножа с фиксированным клинком то есть при том что общие габариты но можете посмотреть общие габариты весьма такие схожие получается да по длине но понятно что здесь как бы клиночек подлиннее хотя и рукоять ничего не потеряла есть такой вот интересный выступ под пальцевый но нож там не является холодным оружием у него по-моему вот это вот линия схождения завала вот этого обуха так скажем там общем то как-то больше вы можете посмотреть на ссылках в описании под видео почему он не является хо но в общем то он абсолютно свободен к обороту что тоже безусловно хорошо является ножом туристическим я думаю что для каких-то таких задач действительно фиксированному ножу то есть не ломать что-то да потому что вогнутые спуски а именно порезать какие-то продукты особенно там мясо что-нибудь такое да или собственно построгать деревяшку то есть его вполне вполне должно хватать то есть как бы название лесной ну вполне вполне мне понравилось то есть я рад что познакомился с ножами северная корона такими вот дать без пафоса скажем так который да но в общем то нож тоже получился достойный вполне хорошо поддерживаем в общем-то отечественных так скажем производителя я считаю что наши делают ножи абсолютно не хуже тем более учитывая то что они применяют скажем так модные нынче стали и обрабатывать их уже у нас вполне себе умеют большое спасибо компании резать тру за то что предоставили отношения обзор спасибо подписчикам за просмотр всем удачи всем пока